Где-то вдали от всего спрятано маленькое королевство, в котором живут эльфы и феи. Все его обитатели очень-очень маленькие. Я эльф Бен! А я принцесса Холли! Давайте играть! Нас подожди! Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается в маленьком дворце. Путешествие к центру Земли! Миссис Паззарингел, вы приехали позаниматься с Дейзи и Поппи? Да, конечно, няня Плам. И на этот раз я не позволю Дейзи и Поппи перехитрить меня. Вот это настрой! Ей конец! Моя кукла! Привет! Позирин! Миссис Паззарингел приехала позаниматься с близняшками. Вы уверены, что хотите остаться, миссис Паззарингел? Мы прекрасно поймем, если вы... О, нет! Я долго размышляла об этом, и то, что случилось в прошлый раз, произошло не по вине близнецов. Это была моя вина. Но они заслали вас на Южный полюс. Только потому, что я не полностью доверяла этим малышкам. Нужно просто доверять детям, и они оправдают ваше доверие. Так, Дейзи и Поппи, давайте начнем наш урок с повторения пройденного. Просто откроем ваши лечебники и... Что они там делают с ней? Во время прошлого занятия они заставили ее исчезнуть. От нее остались только туфли. Исчезни! Так, Дейзи, я знаю, что ты очень хорошая девочка. И не хочешь, чтобы я исчезла. Да, Дейзи? Исчезни! Ах! Ах, наконец успокоились. Это не к добру. Наверняка они что-то задумали. Надеюсь, что с миссис Паззарингел все хорошо. От нее остались одни туфли. Дейзи, Поппи, где миссис Паззарингел? Нет, ее больше нет. Нет? Какой ужас! Они такие вредные и непослушные. Интересно, в кого это они пошли? К вам, дедушка чертополох. А вот и ответ. Всем привет, ребятки. Привет, пап. Дедуля! Дедуля! Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Привет, мои дорогие! Я просто проходил мимо и спросил себя, почему бы мне не взять моих внучат на денек себе. Ура! Подожди, пап. И куда же ты собрался везти детей? Я думал взять их на вулкан. Э-э-э, мне кажется, подъем на вулкан не очень хорошая идея. Мы не собираемся взбираться на него. Ой, хорошо. Мы спустимся внутрь него. Что? Детям нельзя спускаться в вулкан. Это слишком опасно. Разве? Ну, хорошо. Как насчет украшения львов? Нет. Почему бы вам просто не прогуляться по лугу? Уверен, близняшки хотят посмотреть на вулкан, да? Да, дедуля-ля-ля-ля. Близнецы сегодня наказаны. Они вели себя очень, очень плохо. А-а-а, что же наделали эти милые крохи? Всего лишь заставили свою учительницу исчезнуть. О, ту милую миссис Фазерингл? Нет, ее больше нет. Дейзи, Поппи, куда вы отправили вашу учительницу? Вниз. Вниз на кухню? Вниз-вниз. Вниз в подвал? Еще ниже. Знаете что? Я думаю, Дейзи и Поппи отправили миссис Фазерингл в центр земли. В центр земли! Мы должны спасти ее. Ну, теперь мы знаем, куда отправимся в наш выходной. Разумеется, к центру земли. Я видела фильм «Путешествие к центру земли». Там были динозавры и дикие племена. Что, динозавры в центре земли? Какой бред. Это правда. Я видела по телевизору. Как мы доберемся до центра земли? Мы можем взять лестницу. Лестницу? Да, в маленьком дворце есть тайные лестницы, которые ведут глубоко-глубоко вниз. О-о-о! Лестница спрятана за тайным входом до кухни. Нужно просто нажать на эту большую кнопку. Всегда было интересно, для чего нужна эта кнопка. Я построил эту лестницу, когда строил маленький дворец. Я спросил себя, почему лестница ведет только к подвалу, а не к центру земли. Вы немного чудак, да? Немного чудак? Да я просто сумасшедший! Смотрите, здесь какая-то надпись на стене. Это древние руны. Их написали гномы. Что здесь написано, няня? Вы можете перевести? Хм, тут сказано, эти ступени приведут вас к центру земли. Внизу вас ждут динозавры. Там правда написано про динозавров? Нет, я придумала это. Но они там будут. Вот увидите. Хм. Мы еще не близко. Нет, Холли, нам нужно пройти корни растений, трубы, пещеры гигантских пауков. Путь до центра земли очень долгий. Так сколько ступенек нам нужно пройти? 48 миллиардов миллионов. О, нет, мои ноги очень устали. Поэтому я заставил гномов установить лифт. Дверь открывается. Держитесь крепче. Лифт едет очень быстро. Двери закрываются. Едем вниз. Мой живот. Как весело. Здорово. Центр земли. Двери открываются. Мы на месте центр земли. Это огромная пещера. Здесь так много деревьев и гигантских грибов. Да, как показывали по телевизору. Ну, здесь явно кого-то не хватает. Динозавров. А вот и они. Видите? По телевизору не врали. Ну что ж, раз мы на месте, как нам найти миссис Фазерингел? Хороший мальчик, Гастон. Интересно, где мы найдем дикие племена? Дикие племена? Какой бред. Ох, посмотрите на это. Дикое племя. Я же говорила. Они эльфы и феи, прямо как мы. Стойте. Кто вступил на нашу землю? Мы пришли с поверхности великой земли. Приветствуем вас, обитатели земли. Благодарим, о, повелитель подземелья. Няня, почему они так смешно говорят? Так говорят по телевизору. Примите наши приветствия. Вообще-то мы пришли, чтобы найти миссис Фазерингел. А, та, которую мы зовем учительницей. Да, это она. Доброе утро, дети. Меня зовут миссис Фазерин. Здравствуйте, миссис Фазерингел. О, привет всем. Мы пришли, чтобы спасти вас. И мы принесли ваши туфли. О, мои туфли. Как я скучала по ним. Здесь внизу было так хорошо и спокойно. Почти, почти как в отпуске. Но я буду рада вернуться в мой маленький уютный домик. Фазерингел, Фазерингел. О, Дэзи, Поппи. Хотя, думаю, я лучше останусь здесь. Юная леди, вы хотите, чтобы вас спасли или нет? О, я не знаю. Так трудно сделать выбор. Я облегчу вам задачу. Как? Я королева, и я приказываю вам вернуться. О, ну, в таком случае... Прекрасно, миссия выполнена. Пора домой. Все дружно в лифт. О, нет, только не этот ужасный лифт. Мой бедный животик. Есть другой способ. Мы можем подняться на шаре. На, на, корзина. Абра-кадабра. Все на борт. Прощайте, жители подземелья. Прощайте и вы, жители с поверхности земли. Пока. О, подниматься плавно на шаре намного приятнее. Конечно, так намного приятнее, особенно если вы любите проноситься сквозь вулкан Вулкан? Конечно, вулкан выведет нас прямо на поверхность Пап, я же просил никаких вулканов О, все в порядке, главное, чтобы вулкан не начал извергаться Ой, кажется, началось Ну все, держитесь крепче О, так веселье! Следующая остановка, маленький дворец Так, Дэзи и Поппи, пожалуйста, извинитесь перед миссис Озерингел за то, что принесли ей столько хлопот Извините И вы обещаете вести себя хорошо на следующем занятии? Обещаем Ой, ну какие же они милые, правда? Ну вот опять ей конец Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok